Здравствуйте, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу про регистры налогового учета в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0 и также немного про декларацию по налогу на прибыль. Показывать я буду на примере нашей учебной организации ООО Плюшка и нашего курса по налогу на прибыль. Ссылку на курс вы найдете под этим видео. И давайте посмотрим, как вообще формируются регистры налогового учета в программе. Для этого мы переходим в раздел отчеты, выбираем пункт налог на прибыль, выбираем регистры налогового учета. И открываются регистры. Здесь несколько групп. Первая группа – регистры формирования отчетных данных. Из них данные попадают в непосредственно декларацию. Остальные регистры – они вспомогательные и можно просто смотреть по ним различные данные налогового учета. А чтобы сформировать саму декларацию, мы тоже в разделе отчеты переходим в 1С Отчетность, выбираем регламентированные отчеты. У нас открывается рабочее место 1С Отчетность. И здесь можно создать декларацию по налогу на прибыль. У меня она уже открыта, я ее создала. Вот так вот выглядит декларация по нашей учебной задаче. Здесь не все, конечно, разделы, только те, которые заполняются в ходе нашей задачи. То есть это основные разделы. Непосредственно сам раздел 1.1, лист 0.2, расчет налога. И все приложения. То есть приложение 1 – доходы от реализации, нелиционные доходы, приложение 2, приложение 3. То есть это то, что было использовано в нашей задаче. И давайте посмотрим. Начнем с приложения 1 к листу 0.2. Здесь у нас строка 0.10 – выручка от реализации, которая разбивается на выручку от реализации товаров, работу, услуг собственного производства. То есть это продукция, работа, услуги. Строка 0.11 и выручка от реализации покупных товаров. У нас в ходе решения задачи были как товары, так и была продукция, которую мы сами производили и затем продавали, и были услуги. И вот здесь вот по строке 0.11 у нас отражаются услуги. Можно также посмотреть эти доходы в регистре. То есть вот регистры формирования отчетных данных, доходы от реализации товаров, услуг. Если мы выберем нужный период, у меня здесь период уже выбран, первый квартал. Период мы можем выбирать, нажимая на три точки, либо просто здесь прописывать период. Нажимаем сформировать. И формируется регистр налогового учета за первый квартал. И вот эти вот суммы 1.121.400 и здесь проходит. Из чего состоят эти суммы? Здесь у нас есть покупные товары. То есть покупные товары здесь проходит реализация продукции в розницу. То есть у нас была реализация продукции в том числе в розницу и проходит вот здесь вот. Дальше товары. Товары, которые мы покупали и перепродавали тоже в розницу. Потом пошли услуги. У нас были услуги. И наше производство. У нас два вида продукции производятся. Пирожные и булочки. и вот они отдельно показываются по номенклатурным группам здесь можно убирать то что не нужно вот так вот нажимать на плюсик и сворачивать допустим если вы что-то одно хотите посмотреть также можно посмотреть настройки здесь можно добавлять допустим можно номенклатуру добавить у группировки и тогда уже будет по номенклатуре вот у нас пирожные мы в розницу продавать то собственно у нас продукция мы ее сделали продали в розницу сока апельсинка торт у нас по задаче это покупные товары дальше идут услуги и мы производили опять же пирожные булочки и это получается оптом мы продавали реализация продукции было также можно делать различные отборы например ну можно по счету делать какому-то можно делать непосредственно по номенклатурной группе или номенклатуре то есть если вам нужно не все посмотреть например номенклатура равна пускай будет сок апельсинка то есть я хочу посмотреть только сок нажимаю сформировать и у меня формируется только по соку то есть остальные товары и продукции здесь не показываются если я хочу например показать все кроме сока я могу выбрать не равно не равно сока апельсинка у меня будет показываться все кроме сока вот тут все показывается кроме номенклатуры сока апельсинка здесь также есть дополнительные поля можно делать сортировку и можно менять оформление настройка по всем регистрам она одинаковая и здесь можно тоже проверить откуда попадают эти суммы и вот получается 99 400 по строке 012 покупные товары и продукции услуги миллион двадцать два миллион двадцать две тысячи то есть тоже совпадает дальше здесь у нас идет выручку от реализации по операциям отраженном приложении 3 приложение это реализация амортизируемое имущество у нас задача была реализация основного средства одной единицы выручка была 130 остаточную стоимость была 124 200 и здесь мы тоже можем посмотреть соответствующий регистр называется доходы от реализации прочего имущества здесь тоже если нужно меняем период нажимаем сформировать и вот была реализация прочего имущества как раз на 130 тысяч вот они если 130 тысяч выручка на остаточную стоимость здесь проходит прибыль 5 800 и это все попадает у нас вот сюда приложение 1 здесь уже общей суммой только выручка 130 тысяч того сумма доходов реализацию миллион двести пятьдесят одна тысяча четыреста дальше идут нереализационные доходы у нас эта сумма равна по задаче пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто два она детализируется по отдельным видам доходов здесь у нас ходе задачи были получены материалы при демонтаже основного средства было получено безвозмездное имущество и в принципе все остальные здесь уже не детализируется можно посмотреть тоже соответствующий регистр нереализационные доходы выбрать период если нужно сформировать и вот проходят эти операции 500 рублей вот они то есть это оприходование излишков материалов но идет как излишки вообще это оприходован аккумулятор который получен при разборке основного средства доходы в виде тмц получены при ликвидации с дальше идут доходы связанные с безвозмездным поступлением 30 тысяч у нас диван ходе задачи поступал вот он 30 тысяч и все остальное это учатся проценты за три месяца проценты к получению потому что мы размещали в ходе задачи средства на депозитном счете и получали по этому счету проценты вот эти проценты за три месяца проходят они здесь тоже в общей сумме находится и списание дебиторской кредиторской задолженности плюс у нас было на сумму 2000 но здесь списание получается кредиторской задолженности уже пошло в доход 54 тысячи вот эти суммы совпадают дальше переходим приложению 2 приложение 2 это уже расходы здесь у нас есть прямые расходы относящиеся к реализованным товарам есть прямые расходы по оптовой мелкооптовой розничной торговли ну и здесь вот проходит как раз стоимость реализованных покупных товаров и дальше идут косвенные расходы расходы на капитальное вложение это у нас была амортизационная премия 30 процентов и здесь мы тоже можем сравнить с регистрами и здесь у нас получается прямые расходы на 578 665 если округлить и вот эти вот две суммы они как раз и дают нам по строке 010 и 020 если их сложить вот сумма получится то есть это прямые расходы дальше у нас идут косвенные расходы на 10 достаточно много отдельно выделяется сумма налогов и сборов на 140 тысяч и здесь тоже можно посмотреть в регистре вот там амортизационная премия как раз 51 тысячи 30 процентов мы списывали налоговом учете в ходе нашей задачи вот она проходит далее идут у нас расходы по операциям отраженным приложение 3 то есть уже я показывал это у нас основное средство которую мы продавали в ходе нашей задачи и это остаточная стоимость этого основного средства 124 200 и здесь мы тоже можем посмотреть вот этот вот регистр расходы по реализации прочего имущества здесь как раз эта сумма будет проходить 124 200 вот по документу передачи у вас все это остаточная стоимость основного средства которое было реализовано в ходе нашей задачи дальше идут признанные расходы сумма амортизации отдельно показывается и вне реализационные расходы нереализационные расходы тоже есть отдельный регистр так и называется нереализационные расходы тоже выбираем нужный период сформировать здесь тоже достаточно много расходов было у нас было списание из-за поломки основного средства это получается остаточную стоимость этого основного средства были отчисления в оценочные резервы были проценты тоже к уплате мы брали кредит в ходе решения нашей задачи и уплачивали проценты в течение трех месяцев также здесь проходят расходы на услуги банков и был у нас штраф на сумму 100 рублей и вот этого 229 563 28 вот здесь округляется копейки отбрасываются тоже вот проценты по кредитам отдельно 12 вот они 1223 расходы на ликвидацию 91 200 вот эта сумма штрафы 100 рублей комиссия банка здесь просто отдельно декларации не показывается то здесь как бы если вы будете складывать у вас на эту сумму вы не выходите все равно здесь можно посмотреть как раз вот в регистре и здесь уже точно все суммируется и должны выйти на общую сумму следующий регистр это финансовые результаты от реализацию с ма и это уже правильно у нас была реализация только основного средства вот холодильная камера значительно амортизация прибыль 5 800 здесь мы можем сравнить вот с этой частью вот она приложение 3 тоже показывается 5 800 то есть это вот все регистры которые используются при формировании декларации мы можем прям посрочно сравнить то есть крыть нужный регистр открыть декларацию и посмотреть уже более детально потому что здесь не такая детализация как регистр регистров более детально можно посмотреть куда берутся суммы если что-то непонятно можно переходить непосредственно документ смотреть вот например что-то розничных продаж щелкаю два раза левой клавишей мыши и уже попадая сам документ могу посмотреть сам документ прямо отсюда из регистра на остальные регист они не используются для заполнения декларации налога на прибыль но они идут как дополнительные можно посмотреть например материальные расходы если вы хотите отдельно посмотреть можно посмотреть вот все наши материальные расходы были которые были по задачу у нас были прямые непосредственно которые списывались на 20-25 и также списывались на 26 на издержки на 44 списывались у нас были разные расходы расходы по амортизации вот начислялась амортизация здесь середине начислялась когда мы передавали плюс у нас была амортизационная премия и начислялась при списании то же самое можно посмотреть расходы на оплату труда тоже здесь все начисления делятся на прямые которые относятся на 20 25 счета и косвенные косвенные то у нас 26 был счет и 44 на добровольное страхование у нас не было в ходе задачи расходов прочие расходы здесь достаточно много расходов было различных следующая группа это регистры состояния единицы налогового учета здесь мы можем смотреть тоже различные данные например можно посмотреть стоимость основных средств то есть здесь у нас получается на начало периода увеличение уменьшение стоимости на конец периода по видам основных средств которые есть на предприятии ну у меня здесь не очень много их было всего 4 штуки конечно если предприятие большое много основных средств будет длинный перечень то же самая информация об объекте основных средств можно смотреть здесь уже на конкретную дату например выбираем шкаф и сформировать то есть вся информация по конкретному объекту прописывается нематериальных у нас не было также можно смотреть стоимость материалов специальную оснастку стоимость продукции стоимость товаров на складе например стоимость материалов тоже по видам материалов идет то есть это все материалы которые были использованы в нашей задачи по курсу налог на прибыль и так далее стоимость товаров вот наши товары ну и можно смотреть остальные виды регистров также здесь есть отдельные регистры учета хозяйственных операций например можно посмотреть приобретение имущества опять же за первый квартал возьмем здесь тоже достаточно много операций по видам это приобретение было также можно посмотреть выбытие вы бытие здесь поменьше было вы бытие прочее имущество и другие операции то есть это вот регистры налогового учета которые я напомню находится в разделе отчеты налог на прибыль регистры налогового учета я благодарю вас за внимание с вами была дина краснова подписывайтесь на мой канал ставьте палец вверх если вам было полезно это видео нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео канала и приглашаю вас на наш новый обновленный курс налог на прибыль для бухгалтера ссылку на него вы найдете под этим видео желаю вам всего самого доброго и до встречи на следующих видео